Бездомный щенок из последних сил пытался привлечь к себе внимание, но люди проходили мимо. Интеллект наших пушистых друзей поистине поразителен, как и благородство их души, что наглядно продемонстрировала бездомная собака в этой истории. Пока она изо всех сил пыталась выжить на открытом воздухе, она виляла хвостом каждому, кто проходил мимо нее, в надежде, что кто-то прочувствует ее страдания и предложит ей помощь. Когда она увидела группу добровольцев из зоозащитной организации, которые показались ей дружелюбными, она поняла, что это будет ее последний шанс быть замеченной, и она не могла его упустить. У щенка было ощущение, что они могут оказать ему поддержку, на которую он так долго надеялся, и он не ошибся. Кажется, эта очаровательная собака знала, что эти люди могут помочь ей и забрать ее с улицы, чтобы обеспечить ей крышу над головой. Эта маленькая собачка жила на местном рынке в Шри-Ланке, одном из самых холодных городов. Но было очевидно, что его самым сильным желанием было иметь семью. Он жил на холодных улицах и жил за счет тех, кто давал ему немного воды и еды. Он вилял хвостом каждый раз, когда кто-то проходил мимо, пытаясь привлечь внимание, пока настойчивость не срабатывала. Именно тогда лег Чайлерд вместе с другими спасателями из природного парка слонов, заметили его присутствие. Их растрогала бедная собака, которая попросила их о помощи, несмотря на то, что она пережила, она была очень ласковой и игривой. Слоновий природный парк в Таиланде является домом для спасенных слонов. Группа спасателей из организации находилась на Шри-Ланке в исследовательской поездке и, проезжая через Нувилаэлью, наткнулась на эту собаку. «Мы увидели маленькую собачку на рынке, где проходят тысячи людей, она виляла хвостом прохожих, приглашая людей посмотреть на нее. Но люди шли в спешке и не замечали ее присутствия», рассказали спасатели. «Наша команда ненадолго остановилась, чтобы погладить ее, но мы также спешили уйти», добавили они. Однако она отказалась отпустить их и последовала за ними, не отставая от них, чтобы не потерять их из виду. Пройдя долгий путь, они подобрали ее и вернули туда, где впервые увидели. Но она следовала за нами снова и снова, пока ее решимость не покорила наши сердца. Несмотря на то, что они были далеко от дома, Лёг и его друзья решили помочь ей, но это было нелегко. В глубине души они знали, что не могут бросить очаровательную маленькую собачку на произвол судьбы. «Мы решили попросить людей, которые проходили мимо, приютить ее и взять на себя ответственность за ее уход, но когда они увидели, что этот щенок девочка, они сразу передумали». После многих попыток варианты заканчивались, пока они наконец не спросили своего водителя Тушару, хочет ли он позаботиться о ней, и он согласился. Поэтому они купили ей новое одеяло и хорошенько помыли под душем. А пока она жила в отеле со спасателями, они превратили свой багаж в удобную кровать, чтобы она могла отдохнуть. Хотя им было трудно помочь бездомной собаке, они сделали все возможное, чтобы обеспечить ей необходимую любовь и защиту. Они показали, что нет никаких оправданий, чтобы помочь брошенным животным. Я думаю, что это была ее первая ночь, когда она смогла спать в тепле и спокойствии. Мы зовем ее Лёг. Теперь Лёг – самое счастливое существо, живущее с Тушарой и его семьей. И хоть ее спасение произошло три года назад, она до сих пор узнает спасителя, в честь которого ее назвали. Это группа добровольцев, ангелы на земле, которые придерживаются девиза «Мы всегда можем изменить жизнь, надо только постараться». Дорогие друзья! Если вам понравилось видео, поставьте лайк, а также подписывайтесь на канал, где найдете еще много интересного.